Хорошо, вот я житель города, можно мне паспорт? Вот я хочу узнать свою задолженность по налогам, есть ли она. Глава города Сергей Гриднев сегодня обращается в МФЦ как рядовой житель. Получает талон на прием, ожидает в коридоре, поднимается на третий этаж и, увидев очереди к паспортисткам, по ходу ставит вопрос о переводе гирца в структуру МФЦ «Мои документы». Здесь тоже четыре окна, вот первая. А там офисная получается. Пользуясь возможностью, спрашивает о проблемах, по нормативам в каждое из действующих 12 окон могут ждать 15 человек. То есть одновременно в МФЦ должны находиться более сотни посетителей, что для нас пока нереально. Вот при входе висит такой небольшой график, называется он условно апельсин, в котором расписаны часы пик нашей загрузки. И когда люди приходят, максимально загрузка по часу пик с 11 до 4 в будни, у нас образуется небольшая очередь. Когда начинают присаживаться на лавочке, уже логистика нарушается. То есть подняться на третий этаж, нам через весь коридор пройти через нашу очередь, через очередь гирца. Все сотрудники – универсалы. Главе города сообщают, долгов по налогам у него нет. Услуга, предоставленная Сергею Гридневу, для МФЦ по счету 3055 только за ноябрь. Основная проблема, которая есть, это помещение. То есть нам нужен срочно переезд в новое помещение, где бы спокойно, комфортно работал персонал. Потому что я понимаю, что это не только неудобно жителям, но и сотрудникам в таких условиях работает несерьезное. Это моя вина в какой-то степени. Я это признаю, что у нас вот с первых дней мы не стали размещать МФЦ в каком-то новом, хорошем помещении, разместили в приспособленном. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Тесновато у вас, да, бедные? У вас очень тесно и очень, конечно, сложно. Тесно и сложно в службе 112. Двое диспетчеров принимают звонки для полиции, скорой, пожарных, борются сложными вызовами. Звонит заявитель, да, вот, там, кто-то-то, вы знаете, я хочу отменить вызов, там, человек вот встал, там, ушел, все, он себя уже хорошо чувствует. Тогда вы понимаете, да, да. Очень много шалят дети. А вот у нее живот болит, можно там вот приехать, пожалуйста. А потом уже все хихихаха, мы уже понимаем, что это, соответственно, дети молодцы. Сейчас для службы отведено небольшое помещение рядом с МФЦ. Максимально поступает 220 звонков в сутки. На следующий год запланировано третье рабочее место. МФЦ уедет, вот это нужно все отдавать вам, вот все, весь этот зал, вот делать вот такие цивилизованные перегородки, выводить это помещение на капитальный ремонт параллельный и создавать нормальные условия для работы, потому что это, конечно, не условия для работы. Ну что, пошли посмотрим, что у нас получается. Жалоб много жителей? О жалобах глава спрашивает, подходя к помещению по центральному проезду дом 4. Именно сюда переберется в скором времени МФЦ «Мои документы» после завершения капитального ремонта. Здесь у нас полностью там приняли заявление, здесь зона обработки. Здесь будут организованы перегородки, здесь будет рабочий кабинет. Полноценный сектор приема заявителей будет включать 14 окон для оказания услуг гражданам. Параллельно с работами по капремонту по отдельному конкурсу ведутся фасадные работы, а также осуществлена закупка оборудования. Ждут поставки. Реальные сроки. Сейчас, по-моему, заканчивается, начинается... Дмитрий Валяевич. 25 декабря я... Нет, я вижу, что 15 декабря у нас уже должны быть все инвекации сделаны. Значит, под монтаж потолка чистового. 15 декабря, ну, тире 20, ну, чистовой отдел. Я вам не называю срок январь. Я разумно смотрю на вещи. Поэтому с учетом ремонтных работ и с учетом переезда МФЦ, вот если мы первые числа февраля, первые числа февраля говорим об открытии нового МФЦ. Замечательно. За многофункциональными центрами будущее повторяют сегодня. Иван Теевский МФЦ МАИ-документы с начала года обработал 15 390 обращений за государственными и муниципальными услугами.